продолжаем изучать security и в этом видео мы наверное не напишем ни одной строчки кода а проверим работоспособность того всем и того что мы писали до этого давайте запустим наше приложение не специального то тут размещу это окно наверно слева postman разместим справа сейчас приложение запустится и давайте все это будем проверять так вот как-то вот так расположим наши окна все что я хотел все равно не влезет но хотя бы так так пока ждем пока приложение запустится так еще ждем итак наконец-то вот все заработало я сделал запрос в пост мне да и мы видим у нас ошибка 401 401 авто авторайзе то есть ошибка связана с авторизацией поэтому мы здесь переходим на вот эту вкладочку и мы должны указать но один из наших вот этих пользователей давайте пойдем по порядку пишем иван и у ивана у нас пароль тест 123 пишем тест 123 делаем запрос и мы видим да вот наш ответик все то есть мы воспользовались вот этим именем пользователя и паролем перешли по вот этой ссылочке которая у нас указана вот здесь да и видно что пользователь у которого роль employee вот может ее открывать то же самое если мы посмотрим данные какого-то конкретного одного employee то есть эту циферку 2 допустим поставил у нас все также отлично работает но теперь смотрите у ивана у нас доступ только к страницам employee а следующие уже которые с помощью пост и пут добавляют данный он доступа не имеет давайте вот скопируем вот это копи поменяем тут метод на пост перейдем в баде и вот это вот ставим смотрите помните да при добавлении нам айди не надо она генерируется автоматически и давайте напишем new first тут напишем не у вас не тут так тут как-то совсем что-то не то написалось не у вас так вот или мою тоже пускай будет не и и жмем send и видим да сейчас у нас ошибка вернулась 403 видим да 403 и тут в описании уже смотрим он лайк и 401 авторазит респонс то есть ошибка на самом деле у нас связанная с авторизацией то есть как мы видим мы пытаемся перейти на страницу которая имеет доступ и только менеджеры а менеджер у нас иван не является менеджером является олег давайте теперь придем перейдем на вкладку авторизации не вот тут вместо ивана напишем олег пароли у нас одинаковые вот 123 для простоты мы сделали поэтому они аналогичны переходим на вкладочку body да и отсылаем тот же запрос но уже авторизация у нас другого пользователя и видим тут так и что мы видим что у нас ошибка а смотрите у нас ошибка почему я указал пост и вот этот адрес давайте двоечку удалим так для чистоты эксперимента давайте вернем сначала старого пользователя иван да то я не досмотрел что там была не та ошибка вернее не тот адрес давайте сделаем опять этот запрос не видим да тут все тоже ошибка теперь мы меняем ивана на олега отправляем этот запрос и он у нас отлично отрабатывать без всяких ошибок вот так же олег имеет доступ к чтению если мы вот тут поменяем так вот тут это уберем body жмем send кто видим да вот все наши работники плюс последний девятый теперь нам надо проверить метод put который изменяет информацию сотрудники давайте скопируем нашего вот этого 9 копия тут сделаем метод put тут выставим row ставим айди так айди нам надо в пути по моему надо насколько я помню так и давайте напишем просто апдейт апдейт и напишем апдейт отошлем и вот наши до обновленное имя фамилия обновленный email тоже давайте это проверим когда отобразим данные всех работников вот он измененный последний девятый работник и давайте опять же теперь попробуем воспользоваться методом дэлит для дэлита должен быть должна быть роль админа роли админа у олега нет то есть нам должна быть возвращена ошибка так смотрим айди 9 ставим слэш 9 и выбираем этот дэлит отправляем у нас какая-то 403 ошибка давайте сейчас проверим что этот работник не удалился вот он все еще присутствует да а для удаления мы можем использовать вот это третьего юзера и на коту которой есть роль админ то есть что мы делаем переходим на вкладку авторизации имя имя пользователя на пин на потом выбираем дэлит тут у нас опять видим да мы должны использовать путь где девяточку передаем не в body а в строке адреса в адресной строке и давайте теперь запустим и все вот у нас 200 видно сообщение то есть success плюс помните да вот эту строчку колод дэлит и эмплоид визайди 9 вот и давайте посмотрим на всех пользователей запускаем прокручиваем вниз и видно да что у нас последний пятый эмплей на 9 нет мы его успешно удалили то есть вот эти все роли мы проверили вот и они работают корректно если у вас результаты чем-то отличается внимательно пересмотрите этот код но я думаю тут сложностей быть не должно только если вы где-то допустили опечатку вот а на этом все продолжим в следующем видео и 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